Друзья, всем привет! Меня зовут Любомир Борода. Продолжаем серию роликов о девайсах, которые облегчают наши автопутешествия. Сегодня речь пойдет о Delta Coffee Press. Эта штука разработана крутыми фанатами кофе из Австралии. Очень простая и в то же время очень качественная, которая готовит кофе. В чем тут вся фишка? Она сделана так, что пока вы не начинаете давить, кофе не соприкасается с водой. И таким образом у вас получается классный эспрессо, свежий, офигенный, который не может сделать ни одна домашняя кофемашина. А тут представьте, вы делаете крутой, качественный кофе на природе. Делается все достаточно просто. Если смотреть, как делают крутари, они таскают с собой еще ручную кофемолку и свежеобжаренный кофе. Так как мы не настолько продвинутые кофеманы, то мы ходим к нашему другу в кофейню. Он сам обжаривает кофе. И мы просим перед поездкой помолоть нам кофе для Delta. Вообще в этой штуке предусмотрена такая вот крышечка. Она исполняет две функции. Одна для того, чтобы когда вы будете продавливать воду горячую, чтобы не обжечь руки. Вторая же функция. Здесь порция кофе, 12 грамм. Вы насыпаете сюда, как мерный стаканчик получается, вы насыпаете сюда немолотый кофе зерновой, пересыпаете в кофемолку. И тем самым у вас есть порция. Мы делаем это проще. Мы просто на глаз насыпаем в Delta кофе. Так как делаем мы это часто, я уже примерно знаю, сколько кофе сюда надо насыпать. Дальше существуют такие вот бумажные фильтры. Бумажный фильтр очень удобен, потому что это суперфильтрация. Не попадает ничего вообще лишнего, насколько это возможно. И эти фильтры продаются отдельно, специально в магазинах специализированных. Там, где продаются вот эти Delta. Но, опять же, почитав всякие отзывы, мы не слишком привередливы. Мы купили себе такой вот металлический фильтр. На тот случай, когда не будет бумажных, либо мы их забудем. Ну и так как в поездках все-таки металлический нам удобней. Этот фильтр, он не предназначен для Delta Coffee Press. Он предназначен для аэропрессов. Это тоже такой кофейный девайс. Но он сюда замечательно подходит и нас устраивает. Засыпается кофе, кладется фильтр, закручивается крышка. Дальше мы берем стакан, кружку, чашку, во что мы хотим приготовить наш кофе. И таким образом ставим наш Delta. Не перестану повторять, насколько я люблю термосы, насколько это удобно. Берем термос с кипяточком. Заливаем в дельтер. В дельтере есть отметки по миллиграммам, соответственно, по миллилитрам. Соответственно, вы можете все время контролировать, сколько вам нужно сделать кофе. Стандартный рецепт приготовления здесь 200 миллилитров на 12 грамм зернового кофе. Что мы делаем дальше? Мы залили сюда воду, оттянули крышку, крышку, насос. Поставили вот эту защиту, чтобы у нас не обжигало руки. И продавливаем. И вот тут весь прикол в том, что вы можете приготовить исключительно свой напиток, разработать свой способ приготовления, который зависит от качества кофе, от обжарки кофе, от помола кофе, от температуры воды и от силы давления. То есть тут можно взять и продавить сразу, и очень быстро, сильно. А можно, например, чуть-чуть продавить, чтобы вода попала в кофе, чтобы они стали взаимодействовать, подержать какое-то время и потом продавливать. От всех этих манипуляций, соответственно, меняется вкус и качество, наверное, кофейного напитка, который вы делаете. Штука очень удобная. Времени, как вы заметили, эта штука занимает очень мало. Очень легкая в использовании, простейшая. Потом, после того, как вы приготовили, вы открутили крышку, она даже чистая, видите, не испачкана. Сняли фильтр, и тут кофе, который можно вытряхнуть куда угодно, сполоснуть, протереть салфеточкой, чтобы у вас опять была сухая резинка, и делать кофе следующему своему другу или приятелю. Для походов огонь, для дома огонь. Мы пользуемся этой штукой и дома, и в поездках. И, согласитесь, место она не занимает вообще. А кофе, как я уже заметил, делает намного круче всех вот этих вот домашних кофеварок и кофемашин. Потому что там делает автомат, а тут делает человек. Вот, ссылочку на Дельтер Пресс я оставляю в описании к ролику. И сразу скажу, что он не особо дешевый. Покупали мы его за 1100 или за 1200 гривен. Точно не помню. Но он этого стоит, и нам очень нравится. Друзья, на этом все. С вами был Любомир Борода. Огромное спасибо за проявленный интерес. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Если у вас есть чем поделиться, какими-то наработками, лайфхаками в этом деле, то обязательно пишите. Я же хочу напомнить вам о том, что у меня есть Патреон, где вы можете меня поддержать. Условия подписки все есть там. Ссылку оставляю в описании. Здесь много про него рассказывать не буду. Единственное, что хочу сказать, что я очень благодарен каждому, кто поддержит меня на этом проекте. И еще хотелось бы узнать у вас, интересен ли такой формат. Рассказывать ли дальше про то, что нас окружает в автопутешествиях. И что конкретно и интересно вам было бы услышать. Или про что. Задавайте ваши вопросы, пишите, свистите. Всем хорошего дня. Чая, кофе, природы, путешествия.